Теперь нам нужно настроить нашу главную страницу и дополнительные страницы. То есть как бы настроить шаблоны. Получается мы заходим в страницы, то есть делать предварительные настройки нам необходимо. Смотрите, тут есть sample page, она у нас будет главной. Заходим в изменить, заходим в режим редактирования этой страницы, для этого наводим на нее курсор мыши и выбираем ссылку изменить. Здесь нужно все закрыть, вот это все удалить. Для удаления вот этих всего ненужного текста, то есть блоков. То есть смотрите, все страницы на WordPress, они формируются с помощью блоков. Вот это, кликаем на текст, появляется панель настройки этого блока. Этот блок называется абзац, есть три точки, кликаем по трем точкам и выбираем удалить блок. Вот это как об этой, вызываем как бы меню этого блока. И так вот можно. Можно, конечно, было просто все выделить, сразу за раз удалить. Но я вам покажу вот так вот. Теперь справа у нас есть панель настройки. Тут есть две вкладки блок, она отстраивает конкретный блок, а есть вкладка документ. Она отображает общие настройки данной страницы. Тут есть вкладка атрибуты страницы, кликаем по ней. Есть раскрывающийся список шаблон. В шаблоне по умолчанию мы выбираем Front Page New Store, вот этот. Теперь сохраняем изменения. Возвращаемся снова во все страницы. Здесь у нас есть клавка, страница магазин. Нам нужно изменить ее название. Для этого на нее наводим курсор мыши, кликаем изменить. Давайте введем название каталог. Все, обновить. Здесь ничего не настраиваем, это все с WooCommerce тянется, тут ничего не трогаем. Все страницы. Есть вкладка мой аккаунт. Нам нужно изменить название на личный кабинет. Обновляем информацию. Но мы еще кое-что тут настроим, но попозже. Так, все страницы. Есть страница и список желаний. Нам нужно ее изменить. Здесь будут также отображаться товары, которые клиент положит в избранное. Меняем название на избранное. Так, отлично. Обновить. И теперь нужно создать еще несколько страниц. Страницы можно... Самый короткий способ создать страницу, вот видите, плюс сверху. Выбираем, и тут можно все что угодно создать. Выбираем страницу. Создать страницу. Значит, у нас будет страница также еще... Несколько страниц дополнительных, которых нужно создать. Во-первых, это будет страница о магазине. Все, ввели название. Опубликовать. Опубликовать два раза. Для создания откликаем два раза. Далее. Добавить страницу. Будет также страница еще доставка и оплата. Вводим. Доставка. И оплата. Опубликовать, опубликовать. Также будет еще страница. Вот, добавить страницу. Вводим контакты. Да. Опубликовать, опубликовать. Переходим во все страницы, смотрим, что у нас получилось. Теперь еще надо нам одну страничку настроить. Это политика конфиденциальности. Вот сюда изменить. И у вас под видео будет ссылка на инструкцию, с которой вы можете скопировать правильный русскоязычный текст политики и конфиденциальности для интернет-магазина. Я скопирую вот отсюда. Во-первых, нам нужно все вот это удалить. Для этого ставим курсор перед самым контентом, потому что сверху это название страницы. И выделяем, и спускаемся в самый низ, и все это удаляем. Кликаем. Нажимаем кнопку Delete. Все отлично. Теперь нам нужно добавить. Значит, как я говорил раньше, страница формируется из блоков. Для добавления блока вот сверху плюс, плюс. И, в общем, такая штука. Текст можно добавлять либо через абзац, либо через классический параграф. Классический параграф появился, потому что мы установили специальный плагин Advanced, который имеет широкую панель редактирования. Выбираю «Пользуйтесь» либо таким, либо таким способом. Потому что, если вы будете одновременно использовать два вот этих виджета на одной странице, то вы с удивлением увидите, что у них будет разный шрифт, даже если вы там и там выберите один и тот же шрифт. Выбираем классический параграф. Ставим курсор сюда. Видите, отображается, какая широкая панель. И я вставлю сейчас скопированный текст с той инструкцией. Также выбираем «Все». И вот здесь можно цвет текста выбрать черный. Отлично. И также вот это название страницы мы удаляем. И я скопирую новое название. Вот «Полиди как конфиденциальности». Сохраняем. В данном случае кликаем «Опубликовать», «Опубликовать». «Обновление». Все. Переходим во «Все страницы». На этом общие настройки дополнительных страниц завершены.